Добрый день. Как уже верно отметила Ольга Владимировна, на сегодняшний день применение персонифицированной терапии на основе клеточных технологий в мире развивается очень активно. И даже по сравнению с Российской Федерацией мы немножко отстаём от передовых стран. Это в основном западные, ну и, конечно, европейские. И вот всё-таки, тем не менее, два года назад, 1 января 2017 года, вступил в силу такой долгожданный и внушающий ожидание закон о биомедицинских клеточных продуктах. Он всем хорошо известен, конечно же. Я, если вы позволите, буду называть его просто законом БМКП. И сам продукт буду называть БМКП. Так вот, вступил он в силу три года назад. Но ничего не произошло. Препараты так ещё и не применяются, потому что очень сильно зарегламентирована процедура, которую они должны пройти в государственной регистрации. Это я уж, конечно, немножко перескочила, но, в общем, проблема с этим законом есть, и их достаточно много. Вот постепенно попробуем разобраться. Так, значит, надо лиснуть. Правое регулирование. Как я уже сказала, в силу вступил закон, во исполнение которого были приняты множественные нормативно-правовые акты. Ещё больше будет принято. Но вот и тут представлены не все. Их просто очень много. Поэтому остановимся всё-таки на законе о биомедицинских клеточных продуктах. Конечно же, в основном законе 323-м об охране здоровья граждан также есть отсылка к этому закону. Но он, поскольку такой основной, не стала я на нём акцентировать внимание. Всё-таки нас больше интересует 180-й. Что такое биомедицинский клеточный продукт? Вам известно даже лучше, я думаю. Но легальная дефиниция у нас представлена. Это комплекс, состоящий из клеточной линии и вспомогательных веществ в сочетании с прошедшими государственной регистрацией лекарственными препаратами. А также, благодаря указу президента, с фармакологическими субстанциями. Очень много вопросов вызывает понятие клеточной линии. Оно, конечно, дано в законе, но тоже стандартизированный набор клеток. Каких клеток, в сочетании с чем и так далее. Всё-таки, я думаю, много будет вопросов по этому поводу, и Министерству здравоохранения придётся реагировать на это. Биомедицинский клеточный продукт – это, конечно же, препарат на основе клеток человека. Они активно применяются в онкологической практике на сегодняшний день. Стоит отметить, что и до вступления в силу закона препараты на основе клеток человека, живых клеток, разработанные с их применением, они активно применялись. Одна проблема существует очень серьезная. Это по поводу действующих бессрочных лицензий. Вот уже кивают коллеги. Я об этом чуть позже скажу. Сейчас просто остановлюсь на том, что онкологическая сфера безумно заинтересована в применении биомедицинских клеточных продуктов, их реализации. Поскольку у нас тенденции персонифицированной медицины и, конечно же, подобные вакцины, которые помогут конкретному человеку в конкретный период жизни, когда просто дни и минуты истекают, и нужно реагировать быстро. То есть тот, предложенный законом механизм государственной регистрации, он является очень многоступенчатым, очень финансово затратным и, конечно же, очень длительным. То есть года там даже не могу сказать сколько. Посмотрим. Вот сейчас генериум у нас пошел регистрироваться. Посмотрим, сколько у него это затянется. Итак, на сегодняшний день многие противораковые вакцины на основе живых клеток человека, формально подпадающие под действие закона в связи с представленной легальной дефиницией, они практически готовы, разработки ведутся, в том числе в Америке и российскими производителями. Но ввиду вот такой сложной процедуры регистрации, о которой сейчас буду говорить, это все затягивается. Значит так, применение, во-первых, биомедицинских клеточных продуктов, в принципе, возможно только после государственной регистрации. То есть до этого механизм замер, ничего не происходит, мы ждем, пока они будут зарегистрированы. Что подлежит государственной регистрации? Согласно статье 8, это все биомедицинские клеточные продукты, которые впервые вводятся в обращение. А также те продукты, которые уже будут зарегистрированы, в случае изменения их характеристик тех или иных, тоже они подлежат государственной регистрации. То есть все, что впервые создано, мы должны зарегистрировать. Так листается. Значит, мини-такая процедура, я очень кратко постараюсь, потому что она очень большая, очень много страниц в законе. Государственная регистрация БМКП у нас осуществляется по результатам биомедицинской экспертизы, которая включает в себя экспертизу качества, экспертизу эффективности, ну вы, в общем, видите, не буду я это читать, этическую экспертизу клинических исследований. Между тем, значит, в документационное досье на подачу документов о государственной регистрации мы также должны включить отчет о проведенных доклинических исследованиях. То есть первая ступень мы проводим доклинические исследования, потом у нас получается биомедицинская экспертиза качества, в результате которой анализируется состав образцов, метод его контроля, дальше устанавливается спецификация на продукт, после этого происходит этическая экспертиза, которая проводится этическим составом, этической комиссией, которая проверяет обоснованность с точки зрения этики, диантологии, введение, проведение возможностей проведения клинических исследований, доклинических исследований и, собственно, ввода продукта в оборот. После этого подается запрос на разрешение Министерства здравоохранения о проведении клинических исследований. На основании отчета о доклинических исследований, протокола будущих клинических исследований Министерство здравоохранения принимает решение о целесообразности их проведения. Вот получили разрешение, дальше проводим клинические исследования. Проводятся они тоже очень, там сроки огромные, конечно. Конечно, на подумать комиссии дается 90 дней, в каком-то случае 100 дней. Можно я обозначу? Я признаюсь, это заказная тема, она наболевшая. В зале сидит Ирина Александровна Балдуева. Для нее этот продукт является не просто аббревиатурой четырех букв, а всей ее жизнью. И на самом деле с выходом 180-го федерального закона многие наши чаяния и надежды, он долго выходил, были по нескольким причинам. Первое. Мы говорим о персоинфицированной медицине. Это клетки живого человека. Представьте себе человека, который уже исчерпал все возможные способы лечения и ожидает последнего, если хотите. Осталось ему недолго. А вот вся вот эта чудесная совершенно схема должна быть реализована. Причем для каждого индивидуума отдельно. Если литическую экспертизу можно провести быстро, то все остальные это большая проблема. Ирина Александровна, я призываю вас включиться в дискуссию, потому что... Второе. В этом законе прописаны специалисты, которые этим должны заниматься, которых на сегодняшний день не выпускает ни один вуз страны. Специалисты, сертификаты которым никто пока не выдает. То есть фактически любой другой специалист будет заниматься незаконной деятельностью и отлицензировать это невозможно. Конечно. Третье, что нас безусловно напрягло, это уникальный, очень маленькими сериями продукт для конкретного человека. А производство этого продукта этим законом возложено не на медицинские организации. То есть фактически мы должны взять эти клетки, изготовить клетки, вот это все произвести. Потом запатентовать, продать патент организации, которая с нами никак не связана, но которая занимается производством и проходит все стадии регистрации производственной. Это с этого производства купить или получить каким-то другим образом этот продукт и ввести его человеку. Но это даже не недели, это не месяц, это годы. То есть фактически это перечеркивает раз навсегда всю нашу вот эту вот технологию. Вот о чем бы хотелось поговорить. Ну, я, да, а мы как раз вот попытались тоже, когда это обсуждали, ну вот у себя, да, каким образом, чтобы тоже отойти просто от темы реального, ну, реализации права пациента на получение, как вы говорите, наверное, безусловно, справедливо, последнего шанса, да, последнего вида помощи, который, может быть, окажется для него эффективным. Учитывая ту процедуру регистрации, которую, ну, не будем тоже пытаться проанализировать для чего, наверное, она полезна и, наверное, она является способом обеспечения безопасности этого продукта. Поэтому, ну, здорово, законодатель дал, дал, тут боюсь, что это, ну, как-то, сейчас уже нас никто не спрашивает, да, зачем. Это исключительно в рамках клинических исследований, то есть это многочисленная, ну, это единственная система. Можно, да, а можете тот слайд сейчас сразу включить? Ну, да, я просто пыталась, хотела. По поводу, ну, это вот то, что мы нашли, да, это вот, ну, ладно, потом вернемся. Вот клинические исследования. Ничего нового здесь абсолютно нет, но просто основной месседж, вот, это тоже достаточно все довольно давно зарегулировано, то есть ничего здесь такого оригинального. Вот, но, тем не менее, клинические исследования именно в онкологии, наверное, не только в онкологии, я, опять же, не врач, я могу какую-нибудь глупость сказать, прошу меня извинить за это. Вот, но это единственный способ, учитывая длительность и сложность бюрократическую легального применения, и вот то, о чем сказал Андрей Петрович, относительно реализации патента, я вообще действительно это впервые слышу, то есть это, ну, не то, что сводит на нет, мне кажется, это вообще очень часто невозможно. Я уже молчу про экономическую целесообразность, это отдельная вообще тема, которая, наверное, может быть не очень уместна и не очень этично звучит, вот, учитывая специфику вашей деятельности, но, тем не менее, тоже, мне кажется, важна. Тиражирование. Почему появились дешевые автомобили у Генри Форда? Потому что он впервые открыл конвейер. Если вы хотите получить автомобиль, это был черный автомобиль Ford T. Как только мы говорим о каком-то уникальном продукте, стоимость его при уникальном производстве, неважно, кто этим будет заниматься, вырастает до космических высоток. Это не таблетка, которая выпущена миллионами экземпляров, да, и в каждую из нее будет внесена стоимость разработки ее. Это продукт для одного человека, который стоит миллионы рублей. Соответственно, это тоже еще один крестик окончательный. А можно я, как ни странно, задам вопрос? Из президиума, простите, в президиум. А вот с учетом того нормативного регулирования, которое нам дано, которое мы сейчас пролистали, с учетом тех жестких требований, которые вряд ли изменятся в ближайшее время, с учетом развития, в принципе, биогеницинских лечащих технологий как способа лечения, да, и который тоже все-таки дорога в один конец, вряд ли это будет свернуто, особенно учитывая мировые тренды. Какой выход из этого? Ну вот как раз выход у нас есть, но он не совсем законный. Ну расскажите, а мы скажем, как можно. Что такое биомедицинский клеточный продукт именно в этом законе? Это клеточная линия. То, что касается наших технологий, да, и по Т-клеткам, по дендритным клеткам, это не клеточная линия. Соня, включите тот слайд. И на экономическом форуме министра здравоохранения подвела итог, сказав, что только клеточная линия. Поэтому еще предполагается, пишется другой закон, минимально манипулируем клеточным продуктом. И там тоже есть характеристика. И мы тоже не подходим под эту характеристику, потому что это забор материала, ничего с ним не делает, криоконсервирует и возвращает пациенту в том режиме, который предполагает лечебный процесс. Поэтому наши пациенты сейчас и пациенты, и мы не защищены этими законами. Нам бы очень хотелось, чтобы юристы как-то помогли нам, нам и нашим пациентам. Спасибо. Слушайте, я могу здесь только сказать, что, конечно, это невозможно сейчас сделать. Вот, ей-богу, я и рада бы что-то. Но мы понимаем разницу между биомедицинскими клеточными продуктами в той, выражаясь красивым юридическим языком, легальной дефиниции, так как она дана в законе, и вот дентритно-клеточными вакцинами, которые используются с 2010 года, вообще без всяких, ну, в такой лайтовой форме разрешения. Да, то есть в соответствии с тем регулированием, которое применимо и которое действительно возможно, потому что это не БМКП. Ну, то есть вот с точки зрения тех признаков, которые содержатся в законе и в подзаконных актах, которые вот София назвала, и которые это все регулируют, это можно сделать, знаете, каким способом. Это сейчас поток сознания, скорее, нежели какой-то совет, хотя, может быть, это поможет. Это легальное, путем вот какого-то легального механизма, это можно только тоже, извините, Минздрав, вот пользуюсь случаем, раз уж возникло, я так понимаю, что за весь Минздрав. Да, 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 за весь Минздрав, я так поняла, что вот сейчас дальше больше. Вот, путем легального указания признаков, которые будут вас больше и больше отделять от закона БМКП. Потому что, еще раз повторюсь, зная, каким образом работает законодатель, я далека от мысли, что в ближайшие годы что-то изменится. То есть, скорее всего, когда я говорю о ближайших годах, это не 5-6 лет. Я думаю, что мы лет на 20 этот закон получили, вот, как бы не больше. Вот, поэтому, если никакого другого регулирования нет на уровне федерального закона, это можно сделать путем регулятора, ну, путем деятельности регулятора, в данном случае, действительно, Минздрава. Это не восполнит федеральный закон, безусловно, потому что у Минздрава нет таких полномочий, да и положение, так сказать, о Минздраве, оно достаточно, ну, как бы, такой вот, ну, усеченная форма все-таки, да, хоть это и федеральный орган исполнительной власти, но он не может устанавливать правила игры вот на таких вот, ну, широкими мазками такими. Вот, поэтому это можно сделать, у вас сейчас пока, насколько я понимаю, такая серая-серая зона, и когда вы говорите о том, что это не совсем законно, это, кстати, тоже не совсем так. Не совсем законно, это тогда, когда есть запрет, а вы пытаетесь каким-то образом его обойти, вот это не совсем законно. А у вас получается серая правовая зона, которая никаким образом, вот, какой-то правовой прожектор туда не направлен, поэтому вы, пользуясь тем, что действительно технология получения БМКП и технология получения ваших вакцин разная, Пользуйтесь. Мне кажется, только таким образом это возможно. Я оставлю слово, если позволите, Татьяна Леонидовна. Я скажу еще несколько слов. Если это серая зона, то эта серая зона никаким источником финансирования не покрывается. То есть ее просто нет. Как только она не покрывается источником финансирования, он возникает где? В кармане потребителя, в данном случае в кармане пациента. А как только возникает в кармане пациента, это уже платные услуги, тогда скажите мне, что мы продаем. И когда возникнут, будем так говорить, неприятности, что нас просят, что мы продавали, на каком основании и почему мы этим занимаемся. Татьяна Леонидовна, о Вашем счете? В странах, например, основным фактором, который способствует увеличению, ежегодному увеличению количества зарегистрированных клеточных продуктов, является введение нормативных актов, которые позволяют увеличить количество за счет прохождения, более быстрого прохождения административных препятствий, регистрации биоминистративных клеточных продуктов от административных препятствий по пути к пациенту. Поэтому, на мой взгляд, может быть, имея 50-летний опыт клеточных технологий во всем мире, мы имеем 20-летний опыт, и учитывая то, что мы проводили разработку как биомедицинского клеточного продукта в рамках государственных заданий за счет средства регулятора, наверное, может быть, введение нормативных вот этих актов ускоренной регистрации БМКП нас здесь спасет, поможет, потому что мы имеем опыт клинического применения в рамках госзаданий у пациентов. А на сегодняшний день, по сути, мы должны вернуться к доклиническим исследованиям и проводить исследования на мышках, что называется. Это много лет, это пациенты будут без лечения, никакого прорыва, мы не дождемся, что называется. Вот как нам действовать в этой ситуации? К кому нам обращаться? Какие писать письма? Вот этого бы хотелось услышать от юристов. С кем контактировать, например, или по какому пути пойти? Спасибо. Хороший вопрос, не совсем даже правовой, потому что... Не совсем. Да, не совсем к нам, но я могу предположить, что если есть пути регулирования, то, соответственно, наверное, к лицам, которые обладают доступ к этим путям. Право законодательной инициативы у нас у достаточно большого количества субъектов зафиксировано в Конституции, не будем в них погружаться, потому что самый доступный для вас действительно регулятор. И сейчас, кроме шуток, я думаю, что это проблема, которая никуда не уйдет, потому что пока не было нормативного регулирования в виде федерального закона, была иллюзия, что она будет другой. Когда появился федеральный закон, иллюзия совершенно верно, вот Андрей Петерыч этого начал, да, они отпали. Потому что как только законодатель что-то урегулировал, это значит, что он сел, хорошо подумал и решил, что этот рынок будет выглядеть вот так. Это хорошо или плохо подумал, не знаю, по-разному бывает, но, судя по всему, не всех спросил, как это действительно часто бывает. Поэтому я думаю, что это скорее врачебное сообщество, специфическое, специализированное врачебное сообщество. Мне в этом смысле очень нравится, как устроен РАРЧ, например, ЭКО, ЭКОшники, они очень объединены, у них прекрасная совершенно коммуникация с регулятором тогда, когда им что-то надо. Мне сложно сказать, до какой степени устроено таким образом онкологическое сообщество, особенно такая узкая его часть. Можно я тогда в связи с этим, я прошу прощения, что я перейдю и подведу черту. Фактически это заказная тема, потому что мы пригласили людей, у нас форум, приехали люди не только с соседей территории России, но и с зарубежных стран, а наболевшим. А наболело-то очень узкого круга. Понимаете, мы в этом деле пионеры, нас не так много. Если ЭКОшники все занимаются примерно одним и тем же и могут сбиться в стайки и добиваться чего-то, то в данном случае даже не все НМИЦ этим занимаются. Фактически настолько мало, что это даже не актуально в рамках объединения национальных медицинских советских центров онкологических. Поэтому я предлагаю подвести черту, я примерно понял, в каком направлении нам двигаться, чтобы не затягивать и не усыплять аудиторию, если позволите. — Давайте тогда мы тоже в какой-то финал. Я все-таки хотела бы выйти на тему через потребителей, попытаться на это все посмотреть. И, как ни странно, связать ту тему, которая сейчас возникла спонтанно, с темой, которую мы хотели тоже пунктирно осветить. Относительно сейчас ваша тревога вызвана ведь не только тем, что это просто дорогостоящая деятельность, которая двигает каким-то образом науку. Она же тоже для чего-то. Она же в первую очередь для того, чтобы помогать пациентам излечиваться или, по крайней мере, выходить в какую-то стойкую ремиссию при тех патологиях, которые у них имеются. В том числе действительно, как очень часто, насколько я понимаю, опять же, не будучи врачом, тем более онкологом, как последний шанс. Поэтому это способ... Понимаете, мы сейчас как раз говорим, как вам отойти от технологий клинических исследований, всего, что с этим связано. Одновременно вынуждены говорить, что пока у нас нормативное регулирование вот такое, пациент имеет возможность получить такую помощь только через участие в клинических исследованиях с теми, не столько даже ограничениями, с теми условиями, которые предъявляются клиническим исследованиям. Это, конечно, информирование в самой такой тяжелой форме, то есть максимальное информирование обо всем, что возможно. Это страхование. Я думаю, что вы наверняка это все лучше нас знаете, каким образом это осуществляется на практике. Правильно ли я понимаю, надо искать спонсора, который бы заказал эти клинические исследования и эту деятельность мы оформили в виде протокола клинических исследований. Это, кстати, тоже вариант. И насчет ускоренных сроков. Можете сказать, сколько это вообще срок? Ну какой он? А кто его может сказать? Ну вот вы упоминали, пока микрофоны не были включены. 180-й федеральный закон приравнял клеточные технологии к производству лекарственных средств. А это я совершенно согласен. До клиника, начиная с мышек, заканчивая бог знает чем, первая, вторая, третья и бесконечные стадии. И в конечном итоге на это нет ни средств, ни времени и ни технологий на самом деле. Это целая история. Если это производят компании, производители лекарственных средств, мы знаем, какие у них затраты, где взять эти средства на производство биомедицинских и клеточных технологий. А биомедицинские и клеточные технологии не интересуют фарм-бизнес? Или у них нет таких возможностей? Это вряд ли. Ну, сложно сказать. Просто к вопросу, да, от спонсорства. Это не правовой вопрос. Я бы рада как-то ответить. Но боюсь, что нет. Потому что нормативное регулирование неудобное, гораздо более худшее, конечно, нежели телемедицина, на которую мы сейчас так вот живо обсуждали. Поэтому, Соня, добавить что-нибудь? Спасибо. Понятно, в общем. Да, немножко получилось скомканно в этой части. Хотя тема, которая, к сожалению, на многие вопросы, которые мы освещаем, мы можем задать вопрос, тут же на него ответить. То есть они все менее более понятны. Но все-таки есть один вопрос, который я попрошу все-таки, София, коротко, по поводу лицензий, которые ранее выдавались все-таки. Да, то есть проблема была. Есть, точнее. Значит, до 2012 года, вы все знаете прекрасно, выдавались лицензии на применение новой медицинской технологии и разрешение на ее использование. Росздравнадзором данное определение существовало в законе старом об основах охраны здоровья граждан. И в связи с отменой и вступлением в действие нового закона это понятие исчезло из законодательного регулирования. И в этот период прекратились. Выдача лицензии была прекращена. И до 2007 года, если они выдавались на срок определенный, то с 2007 по 2012 они выдавались на бессрочный срок. И вот как применительно к дендритно-клеточным вакцинам на них действует разрешение, выданное еще в 2010 году. И встает вопрос. То есть на те технологии клеточные, которые формально на данный момент подпадают под действие закона об МКП сейчас не о дендритно-клеточных вакцинах, а о других, их более 30. То есть справедливый, адекватный вопрос. Необходимо ли их перерегистрировать? Либо как действовать в этой ситуации? Действуют ли на них выданные ранее разрешения? То есть на мой взгляд здесь две позиции существуют, потом скажу свою. Что первое приходит в голову, это, конечно, принцип действия закона во времени. То есть мы все знаем, что ретроспективной силы закон не имеет. И поскольку выданные ранее разрешения, пускай и с отменой легальной дефиниции новой медицинской технологии, действовали, то есть почему мы должны их отменить? Просто почему? Потому что это административное регулирование. Конечно, есть одно исключение, когда это конкретно в законе должно было быть указано, но в 180-м законе мы такого не видим. То есть пока применяем, ничего нам этого не мешает делать. Вместе с тем, насколько я знаю, представители медицинского сообщества обращались с запросами в Министерство здравоохранения, которое не дало какого-то конкретного ответа. То есть тоже нормативно регламент действий данной ситуации он не определен никаким образом. Единственное тоже, на что нужно обратить внимание, это, конечно, на ту процедуру, возможно, прохождения клинических исследований тех препаратов, которые уже зарегистрированы, какой она была по сравнению до 2012 года и с той процедурой, которая содержится в законе о биомедицинских лечебных продуктах. То есть если в законе о БМКП процедура более сложная, конечно, справедливым является установление порядка их перерегистрации в целях безопасности, эффективности, качества и так далее. Вот что я считаю? На мой взгляд, необходимо ввести упрощенную процедуру перерегистрации таких продуктов, на которые действует эта лицензия. По-моему, здесь соблюдается баланс, потому что, конечно, могут произойти какие-то изменения. Я, честно, не специалист, не знаю, но, возможно, да. Поэтому, мне кажется, вот это больше к Минздраву. Вот так. Да, вот. Как вы считаете, что делать в этой ситуации? Я считаю. А, ну все. Да, сегодня хотела просто еще свою точку зрения сказать. Как она сказала? А, сказала. Да. Нет, дело в том, что, что касается выдачи специальных разрешений, регистрации новых медицинских технологий, действительно, в 2012 году эта норма была отменена. И вот мы сейчас как раз об этом говорили. Если государство приняло решение о том, что данный вид деятельности больше не нуждается в регулировании с точки зрения соблюдения каких-то специальных требований или вообще, ну, как к самой деятельности, так и к каким-то мероприятиям, сопровождающим эту работу. Но, соответственно, вот вы задали вопрос, нужно ли продлевать ее или же менять на бессрочную, но, мне кажется, здесь очевидно, что не нужно. Не нужно. Кроме того, я хотел бы напомнить о том, что сейчас уже это объявлено было, и все это знают. Мы находимся в преддверии серьезных изменений с точки зрения вообще регуляторных процессов. Это речь идет о так называемой законодательной гильотине, которая позволит, мы надеемся, позволит в какой-то степени облегчить то чрезмерное регулирование, которое установлено на сегодняшний момент, и какие-то упростить процессы. Но, к сожалению, вот то, о чем сейчас тема, которая обсуждалась, связанная с применением клеточных технологий, это, ну, скажем так, новое в законодательстве. Я не думаю, что оно вот как-то сможет быть в этом плане упрощено, но если есть какие-то предложения конкретные по совершенствованию, именно, я говорю, в процессе совершенствования тех норм, которые на сегодняшний день у нас имеются, то, в принципе, ну, мы готовы их обсуждать, мы не закрываемся с этой темой. Тема сложная, конечно, но потрясающе. У нас только что новая структура образовалась, триумвират. Мы как заказчики, заказчики каких-то правовых проблем, да, адвокатская бюро «Онегин» готова в этом поучаствовать в качестве посредника и формулировщика наших мыслей и чаяний, а Министерство здравоохранения в лице заместителя министра здравоохранения готова идти навстречу и хотя бы прочитать то, что мы напишем. И много народу это слышало сейчас. Спасибо большое.